Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Киттман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи Сергей Фурсак, которого мы страшно рады видеть. Сергей, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время для нас. Здравствуйте. Сергей, ну, я знаю, что про помощь американскую уже говорено, переговорено, но сегодня появилась интересная информация о том, что комитет по иностранным делам, Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий передавать Украине замороженные российские активы Банка России и других суверенных активов Российской Федерации в виде помощи. Закон предлагает запретить расплакировку активов, пока российские войска не покинут территорию Украины и Российской Федерации и не предоставят Киеву компенсацию. И законопроект, легализующий, можно уже напрямую ознакомиться прямо на сайте этого Конгресса. Таким образом, я так понимаю, что это для нас новость хорошая. Вот только непонятно, насколько она работоспособная и когда мы сможем на самом деле этим всем воспользоваться. Ну, 50 на 50. Рабочая часть – это то, что никто не будет возвращать российские активы, размораживать и возвращать до того, пока Россия не уйдет из Украины, со всей территории Украины и не выплатит компенсацию. То есть, может быть, даже перемирие, какое-то прекращение огня и так далее. Но пока Россия не компенсирует, деньги ей не вернет. И эта часть будет рабочей. Касательно того, чтобы получить российские активы, скорее всего, это будет нерабочая история. Очень много опасений, в том числе в Соединенных Штатах, что если экспроприировать суверенные активы, то это может привести к негативным последствиям. Ну и, в принципе, на самом деле, в самих Штатах не так и много этих активов. В основном они в Европе. Что-то есть. Но, опять же, суверенные, скорее всего, мы не получим. Касательно активов там и олигархов, которые арестовываются, да, это нам будет передаваться. Сергей, ну тогда, если позволите, давайте сразу по России и продолжим, да. Обвальное падение экспорта газа и необходимость финансировать военный бюджет Кремля толкают «Газпром» на край финансовой катастрофы. В 2025 году газовая монополия получит триллион рублей убытка из-за снижения выручки. И об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике некто Завальный, да. Я бы его в жизни, наверное, не цитировала, если бы не такая хорошая новость. Не знаю, действительно ли эта новость хорошая и насколько действительно это, насколько это будет ощутимо, потому что мы же много говорили о санкциях, о газе и о нефти. Но как бы с нефтью, я так понимаю, что в России все сложилось пока, по крайней мере. А вот с газом, похоже, не все так удачно. Ну опять же, давайте делить. «Газпром» действительно потерял самый поддержеспособный рынок европейский и уровень экспорта скатился более чем двое. И сейчас «Газпром» экспортируют на уровне 79-го года. Поэтому газовые сверхдержавые игры закончились. Газ перенаправить тяжелее, чем с нефти, потому что там вся привязка к трубам, к инфраструктуре. Этой инфраструктуры нет. По технологии активно делать жиженный газ они тоже не могут. Поэтому, да, выручка «Газпрома» резко будет сокращаться. Когда они говорят о том, что будет убыток триллиона, я честно сомневаюсь. Потому что я не понимаю, почему будет убыток триллиона. И откуда вообще этот убыток берется. К сверхприбыли, да, закончились. Но «Газпром» будет добывать гораздо меньше газа и продавать гораздо меньше газа. Но вряд ли разница между себестоимостью этого газа и уровнем продажи будет такая кардинальная, как триллион. Поэтому я не знаю, мне кажется, возможно, человек не понимает разницы между доходом и прибыли. И просто говорит о том, что, например, доходы упадут, а транслируется это как прибыль. Упадет и будет такой убыток. Мне в это сложно поверить. Ну, тогда уж, чтобы завершить с Россией, хотелось бы с ней, конечно, завершить, но пока не получается. Но мы хотя бы так, разговор об экономике, чтобы завершить. Насколько сейчас санкции уже ощутимы или еще пока нет? Ну, может быть, какими-то общими мазками? Потому что это же не случайно, все разговоры. Потому что мы сейчас понимаем, что мы дошли до какой-то такой точки, когда нужно многие вещи переосмыслить. Вот и тут и заложенные нам в этом смысле помогают и многое другое. И статьи, которые в западных средств массовой информации появляются. И то, что в стране происходит, тоже заставляет многое переосмыслить. И в этом смысле в каком состоянии сейчас вот Россия? Не знаю, мне ничего не хочется переосмысливать. Я не понимаю, почему надо что-то переосмыслить. Касательно России, ну, опять же, санкции работают, экономика под давлением. Если мы ожидали, если есть ожидание, что санкции – это такая точка дефуркации, и все развалится, нет, не развалится. Россия будет там, чем дальше, тем больше деградировать, больше выпадать в зависимость от Китая. Сейчас она полностью зависима от Китая и частично от Турции. Причем критически зависима. Будет расти инфляция, то, что мы видим сейчас. А то капиталы продолжаются. То есть все негативные тенденции, которые не дают развиваться российской экономике, они есть, они будут и они будут продолжаться. В то же время, если мы ожидаем, что все в момент там как-то что-то коллапснет, нет, такого не случится. Вы сказали, интересно, о том, что Россия катастрофически зависит от Турции. Почему? Если мы посмотрим на российский экспорт и импорт, то он сейчас подвязан четко двум странам. Это Китай и Турция. Через эти две страны идет как львиная доля российского экспорта, так и львиная доля российского импорта. При этом для этих стран Россия не является ключевым торговым партнером, и поэтому тут зависимость российская существует, а не Турция, например, или Китай от России. Китай от России вообще не зависит, а Россия от Китая зависит полностью. Эрдоган зависит от России гораздо меньше, чем Россия зависит от Эрдогана. Это интересно и неожиданно, потому что мы еще совсем недавно помним, в какой сложной экономической ситуации находилась Турция, какие были проблемы с инфляцией и всем прочим, и тут получается, что как-то вот даже все получилось у Эрдогана вырулить. Нет, вырулить именно не получилось. Пока одно другому не мешает. В Турции действительно тяжелая экономическая ситуация. Эрдоган наконец-то пошел на поводу здравого смысла, и тут немножко повторяет Путина. Он кричит на Запад, говорит, какой плохой Запад, и нанимает либеральных экономистов, чтобы исправить то или не допустить кризиса. Поэтому сейчас Эрдоган наконец-то нанял правильного главу Центрального банка, очень качественных экономистов, экономический блок, и они пытаются вырулить, они поднимают ставку, они пытаются минимизировать потери от той безумной политики, которую Эрдоган проводил в макроэкономике и финансовой сфере. Получится у них или не получится, это отдельная история на самом деле, потому что, может быть, болезнь была так запущена, что сейчас, что бы вы ни делали, уже не помогли. Пока что инфляция остается на очень высоком уровне. Но, опять же, лечение уже выбрали правильно. Но зависимость и независимость России от Турции, это совсем другая история. Сергей, я спросила об этом, потому что несколько раз мне приходилось слышать от разных экспертов, что сейчас экспертов региона Черноморского, которые говорят, что сейчас идет активная борьба за Турцию между условным Западом и условным глобальным югом. И в этом смысле, насколько экономика в общем Турции будет здесь играть какое-то решающее значение. Потому что мы видим, как меняется, как Турция меняет свое отношение к тому, что происходит на Ближнем Востоке достаточно резко. Мы видим, как по-другому ведет себя Эрдоган и в отношении Евросоюза, и НАТО, и многих других вещей. Ну, Эрдоган же давно мнит себя султаном, хочет восстановить Османскую империю и построить свой тюркский мир. В рамках этого понятно, что он уже не думает ни о покое европейской интеграции и так далее. Но экономика Турции абсолютно завязана на западный мир, поэтому то, что мы видим, например, сейчас. Эрдоган стоит и кричит на Израиль, но ничего не делают. А когда там приходят протестующие к базе НАТО в Турции, их очень жестко разгоняют. Поэтому тут надо просто отделять риторику. Это риторика отдельно, а экономика и реальные интересы Турции совсем другое дело, оно отдельно. Да, Эрдоган заигрывает с Россией, использует эту историю. К сожалению, через Турцию идет масштабный обход санкций. Да, но, опять же, зависимость Турции от России несравнима с подвязкой Турции под западной цивилизованием. 15 ноября согласована встреча Байдена и Си в Сан-Франциско. И это интересный момент, потому что так или иначе... Ну, Си еще официально не подтвердил, но Белый дом уже официально об этом заявил. И в этом смысле, насколько экономика тут будет важным фактором, который будет определять какие-то политические решения, потому что стали говорить о том, что о ядерном будут говорить, о сдерживании, о многих других вещах. Ну, экономика – это фактор, который определяет сам факт того, что эта встреча состоится. Потому что, собственно говоря, ну, во-первых, есть взаимозависимость, а во-вторых, китайцы оказались более зависимы от США, нежели США от китайцев. И для США особой проблемы не предоставила эта ситуация, деглобализация. А Китай, кто ключевой торговый партнер Китая, например? С кем у него самый большой торговый ворот? С Тайванем. Как бы это ни было парадоксально. А потом идет США, Япония, Южная Корея и Австралия. Это все немножко не тот блок, в котором Китай доминирует. Это все показывает его зависимость от цивилизации, от западного мира. И поэтому те проблемы, с которыми сейчас столкнулся в экономике, в том числе после ограничений, которые вводились американским правительством, и та стагнация, которая сейчас там в китайской экономике намечается, головальное разочарование в Китае, которое сейчас есть у инвесторов, впервые за очень-очень-очень долгое время. Денег из Китая выводится больше, чем вводится. Поэтому инвестиции в Китай прекратились. И понятно, что для Си это огромная проблема. Накладывается на внутренние проблемы, которые у них уже есть. Во-первых, это проблема с демократией, что очень важно для экономики. Потому что они фактически превратились из автократии в диктатуру. И этой экономике никогда не нравилась. Во-вторых, еще и проблема роста 40-летнего, которая накопилась в куче дисбалансов, и они сейчас вылазят на рынки недвижимости. Или демографическая проблема, которая в Китае сейчас очень острая. Огромная проблема с безработицей молодежной. Просто огромная. И понятно, что Си заинтересован, как бы он там ни показывал себя грозным лидером, он заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Западом. А Запад заинтересован, чтобы Си не баламутил воду, не устраивал там каких-то воин, и меньше помогал КамАЗам, Иранам, России и так далее. Рассматриваете ли вы эту встречу, как шанс договориться, опираясь на все то, что вы сказали? Я понимаю, что это, может быть, вопрос к вам не как к дипломату, я подчеркиваю. Я тот еще дипломат, конечно. Я думаю, что договориться вряд ли кто-то о чем-то договорится фундаментально. Но сам факт встречи уже позитивный. Давайте тогда немножко вернемся к Соединенным Штатам Америки, потому что это очень интересно. Вы сказали, вам ничего не надо переосмысливать в отношении того, что сейчас происходит, и в отношении американской помощи, я так поняла, в том числе. Как вы понимаете, насколько сейчас американская экономика будет важной? Вообще-то она всегда важный фактор в избирательной кампании, президентской. Но насколько в этом году она будет важной? Насколько она позитивна для Байдена? Насколько здесь республиканцы и Трамп, пока по опросам это Трамп, и пока он даже, как ни странно, обходит Байдена по некоторым опросам. Давайте немножко об этом поговорим. Что с экономикой в Штатах? Ну вот тут парадокс. С до опроса Трамп выигрывает, а когда дело доходит до выборов, Трамп проигрывает. Мы видим это. Вот вчера состоялся ряд голосований в США, и везде Трамп проиграл. И об этом даже было несколько статей, которые сейчас вышли на Financial Times, которые говорят, что смотрите, когда полы, люди еще не вовлечены. И они говорят в общем. А когда дело доходит до голосования, и они более вовлечены, то они уже видят то, что они видят. И ценностные вещи становятся важными. И Трамп, когда были выборы, например, в Палате представителей, это же было поражение от трампийской партии, потому что результаты они ждали гораздо больше. Поэтому да, полы пугают, полы говорят о вероятности победы Трампа на выборах, а реальные выборы каждый раз показывают, что нет, не все так однозначно. По поводу экономики, все вообще странно выглядит, потому что именно экономику меняют Байдену как минус ему. И это связано с инфляцией. Рекордная инфляция прошлого года существенно повлияла на уровень жизни. Но это стандартная история инфляции. И пока зарплата, рост не перекрыл эти вещи. И поэтому ставят в вину Байдена американцы инфляцию. Уровень жизни упал, Байден плохой. Понятно, что там Байден к этой инфляции имеет такое отношение, это результатом 12 лет до этого печатания денег. Но на Байдена это транслируется. И поэтому в опросах, когда идут опросы и не выборы, люди говорят, что из-за экономики мы не любим. Трамп лучше для экономики, нежели Байден. Потому что была высокая инфляция. Высокая инфляция – это всегда больно. Мы даже по опросам довоенным украинским знаем. Всегда люди в первую очередь говорят о росте цен. Всегда. И вот рост цен, который был в прошлом году, влияет на текущий рейтинг Байдена в этом году. Выборы еще через год. Возможно, это станет влиять меньше. Но все равно этот весомый фактор останется. При том, что сейчас в экономике США все достаточно хорошо. Очень хорошая ситуация на рынке труда. Рост ВВП последний квартальный показал 4,9%. Почти 5% – это очень хорошо для Соединенных Штатов. То есть динамика очень хорошая экономическая. И то, что Трамп сделал в экономике, Байден оказался очень качественным президентом. Вот реально качественным. Но оценить это, как бы парадоксально это не звучало, а оценки совсем другие – из-за инфляции. А что с инфляцией на самом деле? Не, ну инфляция сокращается. Они взяли ее под контроль. Просто в прошлом году она была рекордная за 40 лет. Ну, сейчас же уже как бы ситуация меняется. Это же тут же важно, можно же использовать. Да, вот она поднялась, но мы вот вернули в нужное. Или это ничего? Ну, это разговоры. А люди почувствуют, что они же стали хуже. Инфляция-то снижается. Цены-то не падают. Это неестественно для цен. Цены никогда не падают. А цены в основном только растут. Вопрос скорости рост цен. И отыграть назад ту инфляцию, которая была, нельзя. То есть если у вас дом стоит теперь на 10% или 20% дороже, он уже стоит на 20% дороже. Он не будет стоить дешевле. И то, что вы не можете себе позволить, опять же, вы не можете себе позволить. Сейчас американцы, плюс это наложилось на проблему неравенства, стандартно большую проблему последнего десятилетия. И это играет против Байдена, конечно. Несмотря на общее хорошее состояние американской экономики. По поводу инфляции. Давайте немножко вспомним Евросоюз, раз уже заговорили. Я так понимаю, что в Евросоюзе тоже там как бы вопрос стал уже не таким горячим, как был. И Британии, по-моему, полегче тоже. Вот это, чтобы закупать. Да, у меня последняя таз, которая полегче, потому что у них было тяжелее всех из-за Брекзита. И у них был этот cost-living crisis, так называемый. Но да, там уже тоже вроде как удалось взять под контроль. В Европейском Союзе они повышают ставки не такими темпами. Они отстают по темпам от США, но все равно повышают. И поэтому ситуация постепенно нормализуется. Хотя да, там в американской экономике все лучше, чем в европейской. Америка первая вошла в эту турбулентность и первая из нее выходит. Я правильно понимаю, что когда вы говорите, что Америка выходит из этой турбулентности, вы имеете в виду только инфляционную турбулентность? Нет, все угодно, экономически. Ну, то есть, когда мы говорим о росте 5%, это очень хороший рост. Понятно, что есть еще риски, что что-то случится, что еще тот рост стоимости денег в экономике, который вынуждены были применить для сдерживания инфляции, может еще кого-то долбануть. Что мы еще не увидели этого эффекта, это не исключено. Но пока что мы его не увидели, пока что там все ограничилось мелочами а-ля калифорнийские банки. И в целом ситуация в американской экономике очень хорошая. Война на Ближнем Востоке каким-то образом уже читается? И вот на экономической ситуации, мировой, может быть, американской. И есть ли опасность, что в какой-то момент прочитается? То есть может поколебать вот этот, например, устойчивый рост, о котором мы сейчас говорили? Если бы там была большая война, да. Локальная история, когда Израиль методично вымачивает Хамас в Газе, мало на что влияет. Мы увидим уже, что Brent, стоимость нефти вернулась сегодня 81 доллар за баррель. Хотя вначале подскочила до 95. Поэтому это падение практически уже почти на 20%. Это значит, ну, 15, давайте брать, 15% падения. Поэтому рынки вообще не закладывают никакую третью мировую. Там никакой даже эскалации. Мы видим, что там все случилось, как на арабском базаре. Все постояли, друг на друга покричали, 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 а воевать никто не хочет. Потому что воевать никому не надо. И, собственно говоря, поэтому все ограничивается. Локальная история. Да, понятно, это повлияет на экономику Израиля, но на мировую в таком формате, как сейчас, цена на нефть иллюстрирует, что нет. Помните, было такое время, когда даже сам Байден ездил к саудитам и просил увеличить количество рыбычи. Но этого не случилось на самом деле. Это тоже интересный был прецедент. И тогда стали много говорить о том, что все-таки Россия имеет значительное влияние на эти страны ОПЕК. Да, вот насколько такое влияние России по-прежнему сохраняется? Можно ли это сейчас как-то оценить? Или все-таки уже это влияние размывается каким-то образом? Да это не просто влияние, вопрос их интереса. В Саудовской Аравии хочется зарабатывать больше. Что там хочется России, это отдельная история. А в Саудовской Аравии зарабатывать хочется больше. Плюс у Принца есть масштабный проект по строительству этого города на триллион. Ему кровь из носа надо триллион. И поэтому ему нужна высокая цена на нет. Потому что он себе решил, что вот ему нужно этот город построить, чтобы весь мир впечатлить. И чемпионат мира 1934 года, который в Саудовской Аравии пройдет по футболу, наверное, они будут как-то привязывать к этой истории тоже. Поэтому ему нужны большие деньги на их масштабные проекты, в том числе по перестройке экономики, на независимые от нефтерейки. И они действуют, исходя из своих интересов. Поэтому, собственно говоря, убедить их действовать, исходя из других интересов, крайне сложно. Сергей, а теперь давайте немножко о помощи поговорим. И так 100 миллиардов долларов в помощи Украине, Израилю и Тайване. Вот для Америки это большая сумма или нет? Ну вот если так, навскидку. Она ощутима с экономической точки зрения. Она стоит того, чтобы ломать копья об эту сумму. Просто чтобы украинцам тоже это было понятно. Потому что для нас это кажется большая сумма денег. Нет, для американцев это незначительная сумма. Вот реально незначительная. Учитывая также, что там прямая финансовая помощь очень незначительная. 12 миллиардов для Украины. А та же военная помощь, это же внутренние так или иначе заказы. И тут вот парадокс республиканцев. Они вроде как играют за Трампа и пытаются блокировать помощь. А с другой стороны, именно республиканские округа, там есть заводы, которые сейчас работают. И им нужно, чтобы они работали. Поэтому это все немножко по дорожку. Вот эта вот история, когда они пьют кровь из администрации Байдена, шантажируют администрацию Байдена, чтобы получить там что-то по границе. Но все равно все понимают, что рано или поздно эту помощь будет проголосована. И да, там чуть-чуть сложнее, наверное, проголосовать. Финансовая помощь, 12 миллиардов. Но в рамках США 12 миллиардов это вообще ни о чем. То есть вообще незаметно. Знаете, после запятой. Что-то там идет после запятой. Поэтому, собственно говоря, нет, это не критический вопрос. Штаты могут себе это позволить. И там сейчас проблема связана в политике, в предвыборной борьбе. Вот и все. Немножко политического вопроса. Вот Трамп сейчас по опросам он лидирует. Лидирует. По крайней мере, пока. Мы не можем знать, что будет завтра. Я помню то, что вы говорили, да, что в реальности он проигрывает. Но тем не менее. Вот Украина все время оказывалась в очень сложной ситуации. В первых выборах, когда там был, да, Трамп и Байден. Потом второй момент, да, Трамп и Хиллари. Потом Трамп и Байден. Была драматическая история. А сейчас приближается как-то третий виток. И в этом смысле, как вам кажется, насколько Украина здесь сможет попасть опять между молотом и наковальней. И как бы и помощь нам нужна и война идет здесь большая. И плюс еще, я так подозреваю, поднимут же и все старые вещи и документы, которые снова будут положены на стол. Потому что это же долгоиграющая игра, как мы понимаем, да? Ну мы уже попали. Нам же делают нервы с помощью из-за того, что мы уже стали частью предвыборной борьбы. Ну и да, глобально весь следующий год у нас будет огромный риск висеть над нами. Это риск Трампа. От него мы никуда не денемся. И этот риск будет давлеть. А учитывая особенности американских выборов, сказать что-то заранее будет просто невозможно. И мы будем через год ровно выборы в ноябре. Вот до утра, поствыборного утра мы будем под этим риском Трампа. Сергей, вот мы часто слышим о том, что есть риск Трампа. Мы же в любом случае вынуждены будем принять того президента, которого изберут американцы, правда? И в этом смысле, насколько риск Трампа велик, с вашей точки зрения? Что может произойти такого, что Трамп может сделать? Я не знаю, там в экономике. Ну давайте, может, с экономики начнем. Потому что, по большому счету, если посмотреть, что делал Байден, то многие вещи, они как бы, вот они же сохраняют преемственность. Да, там, что вот система протекционизма для американских товаров, которые там Трамп инициировал, да, покупая американское, сразу же подписал закон Байден. Да, ну и многие-многие другие вещи, они как бы прослеживаются в этом смысле. Не знаю, насколько вот реально, если оценивать, для Украины Трампа эту проблему. Если, конечно, отложить политическую риторику, да? Ну, Трамп – это проблема для всего мира, для цивилизованного, не только для Украины. Потому что же Трамп – это хаос, который приносит разрушение. И его изоляционизм может просто выдернуть США из глобальной системы мировой безопасности. Его атаки на НАТО, его атаки на, в принципе, либеральную экономику, либеральное общество. Они, во-первых, это общество раскалывают. А во-вторых, ставят под вопрос, а не уйдет ли США в свои проблемы, во внутренние проблемы. А США нужен миру как мировой полицейский. Потому что без каких-то гарантий безопасности все может развалиться моментально. Поэтому Трамп – это прежде всего угроза транс-атлантическому единству. Единству либеральных стран с либеральными экономиками и либеральным мировоззрением. А Трамп же чувствует себя гораздо комфортнее в кругу диктаторов, авторитарных лидеров. И вот это вот главная угроза. Это больше даже риск не Украины. Ну, Украина, понятно, для нас риск из-за войны. Но и для всей мировой сообщества это риск разрушения, который несет с собой Трамп. Как внутренних процессов в США, где он настроен поломать дип-стейт, то есть поломать институты, когда у нас есть классический пример, авторитарный лидер против работающих институтов. США сильны прежде всего благодаря этим институтам, которые работают, абсолютно работают. А Трамп их будет ломать. И он уже даже сам об этом говорит. Плюс он заявил, что не будет, например, помогать Европе, если будет большая война в Европе, если на союзников по НАТО нападут. Это удар по НАТО. Это удар по всей мировой безопасности. Поэтому вот этот вот риск, он ключевой. А с точки зрения нас, да, тоже мы можем бояться, что Трамп захочет договориться с Путиным, с иной Украиной. Тут сложно сказать, будет ли он это сделать, потому что Трамп же хочет, чтобы он был победителем. А если он так сделает, то Америка проиграет. И тогда лучше он будет Трамп. Поэтому с нашей точки зрения этот риск даже не такой большой, как риск для всей мировой, мирового сообщества. Ну, справедливости ради, знаете, я вот сейчас вас слушала, Сергей, вспомнила, как, помните, был саммит НАТО. И Трамп настаивал на том, чтобы европейские страны вкладывали больше денег в свою собственную оборону. Конечно, вместо Америки, да, потому что Америка больше, но тем не менее. Кстати, это была неплохая идея. Как бы вы не относились к Трампу, вы не находите? Эта идея неплохая. Если бы этим только все ограничилось, безусловно, это не было бы риском. Но когда речь идет о выходе из НАТО, и непонятно, то ли это риторика, то ли нет, потому что, опять же, Трамп представляет изоляционистов. А мы помним Вторую мировую войну, в которую Америка очень долго не входила, потому что в Америке правили бал изоляционистов. И они ограничили возможности. И тогда же Черчилль пару лет ползал там на коленках в Вашингтоне, просил помощи и не мог нормально ее получить. Потому что американцы говорили, это не наши дела, это ваши европейские проблемы. Трамп представляет точно такой же блок. Плюс, опять же, нам нужна сильная Америка для того, чтобы это был сильный гегемон в мировой экономике и в мировой политике. Трамп очень сильно ослабит этого гегемона тем, что он будет разрешать институты внутри Америки. И слабость внутренняя США, это как вирус. Знаете, может быть классный боксер Кличко, но если он просто простудится, то все это уйдет. И какой бы ты сильный ни был, если у тебя внутри вирус, все, ты слабак. Ты не можешь вытянуть там очень-очень много вещей. Поэтому Трамп это такой вирус, вирус популизма, конечно, дикого. И вот этот вирус сейчас очень угрожает Америке. А из-за того, что он угрожает Америке, он угрожает всему миру. Безопасность культуры основана на активной позиции Америки. Если вынести Америку за скобки, на минуточку. Представим себе мир, где пока Америка вынесена за скобки, остается Европейский Союз. Европейский Союз вот в той ситуации, в которой сейчас мы все оказались. Насколько Европейский Союз сейчас уже собрался, насколько он экономически тоже возможно, насколько запущен какой-то ВПК в разных странах. И вообще, насколько Европейский Союз готовится сам себя защищать. Вы же помните, мы много слышали о том, что там европейскую армию, что не зависеть от США и многое-многое другое. Вот очень интересно, как вы это видите? Ну, никак не вижу. Слышать там и слышим, а о результатах нет. Да, понимание есть и у немцев, и у французов, и у итальянцев. В ключевых стран в Европе все четко понятно. Но даже план по снарядам они пока выполнить не могут. Поэтому тут европейская бюрократия, с одной стороны, перестроилась уже, и понятно, куда движемся. С другой, эти винтики очень долго-долго крутятся. Из-за того, что очень много регуляций, много-много всего вещей, и просто 70 лет все было хорошо. В таких условиях заставить себя двигаться быстро очень сложно. Сергей, теперь, если позволите, вернемся к Украине. Вот мы много сейчас говорим о европейской интеграции, но вот с поляками история очень показательна. Интересно, как вы ее прокомментируете, потому что мы видели, что произошло с зерном. Сейчас мы видим то, что происходит с перевозчиками. И мы видим, что тут складывается очень интересная история, что с точки зрения законодательства, наверное, то Украина должна быть, наверное, равной всем остальным странам, которые входят в Европейский Союз по каким-то там критериям, по экономическим. Но с другой стороны, у нас же идет война. То есть, возможно, мы имеем шанс на какие-то преференции. И вот здесь получается такое clash of civilization, столкновение вот таких этих двух позиций. И в этом смысле, наверное, это столкновение еще будет продолжаться. И тут же сразу добавлю, что мы же сейчас продолжаем адаптацию украинского законодательства под европейское. А тут тоже куча разных моментов, потому что страна, которая ведет активные боевые действия, такую активную войну, она, наверное, требует какого-то особенного подхода. Потому что я вообще не понимаю, как страна, которая находится в таком положении, как мы, может адаптировать свое законодательство к странам, которые просто находятся в мирном состоянии. Вот как вы это для себя понимаете? Ну, смотри, это же нет требований адаптировать что-то, что нам мешает вести войну. Вообще нет. Таких требований нет. Рано или поздно мы придем к какой-то регуляции. Но это будет уже на этапе близком к членству реальному, и когда войны уже не будет. И тогда об этом можно будет говорить. Сейчас от нас не требуется ничего, чтобы влияло на нашу способность вести войну. Таким образом, я правильно делаю вывод из того, что вы сейчас сказали, что мы можем не спешить с принятием вот тех кучи всяких законопроектов, которые нацелены на нашу адаптацию нашего законодательства? У нас есть программа, и эта программа есть дорожная карта. И то, что мы сейчас должны принять, мы должны сейчас принять. Там по дорожной карте нет ничего, что сейчас нам бы мешало вести войну. Вот ничего нет такого. Соответственно, мы идем по этой дорожной карте и принимаем то, что от нас требуется для того, чтобы и получать финансирование, и двигаться по пути европейской интеграции. Там нет ничего, снова таким, что нам бы мешало. Ну, с налогами проблемы, да? Вот большие налоги для Украины проблемы. У нас нет больших налогов. У нас нет с налогами проблем. У нас есть проблема с коррупцией в налогах. Вот это проблема. И давление на бизнес, которое мы видим в последний год, это давление коррупционеров. Это коррупционная рента, а не налоговая рента. И с этим тоже надо бороться. Хотя, с другой стороны, рост коррупционного давления во время войны, он достаточно естественный. Ну, потому что мы понимаем, что военная среда с цензурой, с ограничениями свобод и так далее, с большей ролью государства в экономике, это как благотворная среда для коррупционеров. Сергей, ну и еще. Вот последние полгода, наверное, я, читая ленту Фейсбука, все время видела и слышала, что проходила куча каких-то конференций, круглых столов, международных конференций, не считая Лугана даже уже, в Лондоне и других, которые были посвящены восстановлению Украины после войны. И в какой-то момент с Италии стали так много проводить эти всякие форумы, что вдруг ощутилось, в воздухе запахло окончание войны. А вот в последнее время, буквально, может быть, там пару месяцев, уже нет такой активности. То ли уже как бы все решили, и не надо сильно активничать, то ли на самом деле в воздухе сейчас витают какие-то другие настроения. Это вообще несвязанные вещи. Эти конференции были конференциями, вещи в себе, своеобразным бизнесом. Плюс возможности выехать из Украины для тех, кто может получить разрешение на выезд и не может выехать без этого. Поэтому там вообще никакой связи с тем, что у нас происходит и так далее. Все ухватились за эту возможность сначала, тут же появилась куча-куча людей, которые это все организовывали, запускали и так далее, потому что в экономике, опять же, было гораздо хуже все в прошлом году. И поэтому и такой заработок тоже был нужен. Но нет, сейчас все вышло более-менее на какие-то вменяемые рейки. В принципе-то на конференциях никогда ничего не решается. Конференция – это тусовка, нетворкинг. Все. Поэтому сейчас пошла уже нормальная работа. И вот тот план, который Европейский Союз представил, который сейчас разрабатывается совместно Минэкономики нашей и Европейский Союз, про 50 миллиардов, которые будут включить и бюджетную помощь, и помощь на восстановление Украины, там уже идет нормальная работа. А не конференция, на которую люди едут с какими-то безумными презентациями. То есть неправильно поняла из того, что вы сейчас сказали, что по-настоящему работа идет, она идет за кадром, и по-прежнему у наших западных партнеров остается идея помочь нам с восстановлением страны. Вот это очень важный момент, потому что в публичном пространстве всего этого стало намного меньше. Да, все осталось, все в силе. Постоянно перешло в нормальную работу, а не в публичное пространство. Ну и тут еще один, наверное, может быть последний вопрос. Это вот то, что происходит в последнее время. Хоть вы сказали, что вам не нужно переосмысление, но ситуация складывается так, что похоже, что все-таки война затянется еще на какое-то время. Ну, даже при самых оптимистичных прогнозах, то и в этом смысле Украине нужно будет, наверное, свое оружие, много-многое другое. И все чаще стали говорить о том, что нужно как-то переводить страну на военные рельсы, и вспоминают в этой связи Россию. Я буду неоригинально точно с этим вопросом, но насколько сейчас вообще вот среди экономического какого-то сообщества идет какой-то реальный дискурс о том, что такое переводить страну на военные рельсы, как это. То есть строить заводы, где там приписывают людей, которые будут ходить туда на смены. Или что это будет, да? И будет ли это? Вот очень интересно, какие дискуссии идут вот в среде людей, которые вовлечены в бизнес-тусовку, в аналитическую тусовку, которая имеет отношение к экономике и так далее. Вот как вы для себя это понимаете и нам расскажете? В среде экономической тусовки четкое понимание, что перевод страны на военные рельсы это полный бред. И это карго-культ еще со временем Второй мировой войны. Современное оружие, которое нам надо получать, во-первых, мы его произвести не сможем, потому что у нас нет таких технологий. Во-вторых, если бы мы строили какие-то заводы в Украине, туда тут же прилетали бы кинжалы, и это все бы очень быстро заканчивалось. Поэтому по военным поставкам мы всецело продолжаем быть зависимы от Запада. И статья Залужного тоже самое, об этом и говорит. Никаких военных рельсов нет ни в нашей экономике, ни в российской. Их просто не существует сейчас. Ключевое для экономики – это чтобы экономика продолжала существовать, чтобы не было падения тыла, чтобы были деньги, которые платились в качестве налогов, чтобы финансировать армию. Вот это требуется от экономики, а не какие-то там военные рейсы, рейки, которых никто плохо не понимает. Это невозможно, это не существует, особенно в современном мире, который очень высокотехнологичен. И нельзя поставить 10 деток за станок, и они будут клепать снаряды. Снаряды сейчас – это высокотехнологический продукт, технологий на производство, которого в Украине нет. Да, у нас там есть определенное направление по дроном, и пока оно идет кустарно, это как-то работает. Но мы бы точно увидели, что если бы создался один какой-то большой завод, туда бы тут же все прилетело. И ничего бы такого не было. Поэтому же, когда за ужин пишет статью, он апеллирует к нашим западным партнерам и говорит о том, что нам нужно. А украинская часть его статьи абсолютно логично упирается только в мобилизацию. В организационные мероприятия, в эффективность мобилизации и так далее. На эффективность обучения тех людей, которые были мобилизированы. Потому что военные рейки, военное производство в Украине сейчас во время войны – это фантазия. И вот просто не надо, чтобы мы стали жертвами своих фонтанов. То же самое на самом деле в России. Они увеличили мощности на тех заводах, которые так работали. Может быть, там какие-то дроновые производства создают, но тоже это отдельная история. У них есть плюс, что мы туда не можем пульнуть. И они могут что-то делать. Но опять же, в условиях санкций, что бы они ни делали, они же не от хорошей жизни у Северной Кореи заказывают снаряды. Мы серии 10 выстрелили, два разорвалось. Потому что у них мощностей тоже не хватает, как бы они там чего не переставляли. В прошлом году Россия выстрелила 11 миллионов снарядов. Сейчас со всеми своими военными рейками они увеличили производство с одного миллиона до двух. Поэтому полностью обеспечить себя на том уровне, на котором им хотелось бы, они, конечно же, не могут. Потому что, опять же, военные рейки – это фантазия, которая в современном мире не существует. Сергей Фреса был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны. И, конечно, признательно вам, наша спонсорная платформа «Патреон». Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok